добрый день дорогие друзья вот и прошел мой отпуск 33 дня я был в европе бог допустил возможность чтобы я поехал в италию затем германию затем снова в италию и все это через грузию я вернулся домой и общее впечатление у меня от моего отпуска она очень позитивная очень позитивная то есть по божьей милости я получил вместо одного месяца визы трехмесячную мультивизу во многих моментах я даже не молился даже не просил у бога чего-либо а это происходило я только подумаю а это уже происходило и вы знаете не был ни одного слава богу конфликта у меня не в италии не в германии низ не с одним человеком и только вернувшись уже на границу грузия россии конфликт возник с одним парнем парень весь в татуировках а не курящий кстати говоря ехал в маршрутном автобусе из тбилиси во владикавказ и когда женщины меня спросили а какие туристические места хорошие можно посмотреть самом владикавказе или в северной осетии когда я начал ему об этом рассказывать он встал со своего места и матерными словами сказал мне что чтобы я замолчал что он я надоел наверное меня выгнали с другое с другой маршрутки я сел теперь в их маршрутку и терроризирую их там и это было все с матерными словами и он вел себя просто по-хамски я понял что этот человек он одержим духами врага потому что обычный нормальный человек себя бы так не мог вести и вы знаете касаясь поездки в италию я в неаполе должен был поработать с украинскими детьми все они говорили по-русски все они занимались плаванием оказались в италии и вот моя была задача проводить им тренировки как на суше так и воде но родители они хотели узнать откуда я с какой я страны и когда они узнали что я из россии они отказались от моих услуг и менеджеру клуба он не было другого варианта и эта работа у меня не состоялась но семинары я провел по оздоровительному плаванию кроме этого я занимался йогой и массажем семьями и вы знаете они меня как бы передавали из рук в руки то есть одна семья из одного места выходит со мной на связь и говорят а вы можете к нам приехать мы вам вот дорогу оплатим это небольшие были переезды и дорога была примерно от 6 до 8 евро стоимостью мы вас накормим все и оплатим вам дорогу в обратную сторону если это вас устроит меня это устраивало и слава богу это происходило я этим доволен что касается с взаимоотношениями с другими людьми запомнилось мне то что когда я приехал в италию я долгое время находился в самолете потом еще в автобусе и от сидячего вот этого состояния я хотел перейти в более бодрая за счет пешей прогулки и от того места где я вышел до центра городка варезе мне надо было идти примерно 40 минут пешком это городок находится на холмах и когда я пошел пожилая женщина остановила свою машину и говорит мне опустила стекло и говорит мне садите сеньор я вас подвезу ягне спасибо я хочу пойти пешком она как не волнуйтесь давайте я вас подвезу и тогда я сказал что я вот долгое время летел в самолете затем ехал в автобусе и мои ноги уже ну устали я хотел бы немного пройтись и она тогда обрадовавшись поехала дальше происходит ли это сегодня в россии я не знаю но я редко когда вижу или слышу о таких вот моментах очень редко когда я вижу такие моменты теперь что касается других взаимоотношений то люди они более довольны и более спокойные чем в россии вот на лицах людей нету масок или мимики что жизнь тяжелая и вы знаете встретил я там и грузин и украинцев в италии и в германии в том числе и все вот они довольны иммигранты тоже довольны то есть вопрос о том что кушать и где жить у них не стоит а вот вопрос сколько зарабатывать и пойти ли на эту работу ли на ту до этот вопрос у них имеется что касается самой поездки и отдыха то в начале меня удивило то что для середины мая погода в неаполе особенно в ночное время она была достаточно прохладной а море постоянно штормила все-таки неаполь это юг и италии и в это время года всегда там бывает намного теплее в этом году было прохладнее шри дожди тоже и в германии и в италии поэтому погода вас там в основном она была такая дождливая прохладная была особенно в ночное время суток в целом я очень доволен поездкой спасибо богу за ту возможность которую мне дал и когда у меня были встречи с людьми я говорил им о боге в частности студентки одной итальянской с которой мы ехали вместе в поезде долгое время более шести с половиной часов мы ехали с ней в поезде я и говорил о боге о его воле в жизни человека вы знаете и и это сильно коснулась когда я уходил мы прощались она сказала я многом думала но никто мне не давал никогда вот объяснение этому а сейчас я очень рада что вы оказались в этом поезде и когда у бога есть желание кому-то что-то сказать он может послать своих людей он может использовать своих людей в этих целях всем вам желаю божьей милости и благодати хорошего летнего отдыха который восстанавливает человека используйте отдых потому что бог никогда не говорил что будете все семь дней в неделю работать тяжело и потом покрываясь нет он сказал шесть дней будете работать один день покойтесь отдыхайте и иметь возможность пойти в отпуск это тоже большая божья привилегия и только люди которые являются рабами рабами денег материального мира они не отдыхают к сожалению и такие люди тоже есть и так желаю вам божьей милости и благодати до свидания